Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Все дороги ведут к ямам. В центре столицы посреди проезжей части обрушился асфальт. Чтобы не обивать пороги банков потом, берегите деньги сейчас. Как в Молдове можно обменять испорченную иностранную купюру. Одна ракетка хорошо, а две лучше. Проигравший в одиночном разряде Раду Албат выиграл в парном. Тереза Мэй сохранила за собой кресло премьер-министра Великобритании. Парламентарии отклонили. Вот он недоверие правительству. Около четырех с половиной тысяч купелей будет открыто в России на один из главных христианских праздников – Крещение. А теперь все это и многое другое подробно. Неприятный сюрприз поджидает водителей в центре столицы. Там появилась очередная яма. Асфальт провалился на пересечении улиц Фатулцери и Щусева. В пресс-службе МОН-предприятия по каналу Кишинел сообщили, что причиной инцидента стала утечка из водопроводных сетей. Поначалу кто-то неравнодушный оградил яму необычным образом – картонными коробками. Позже на место прибыли дорожные службы, в которой установили предупреждающие дорожные знаки. За безопасностью следили патрульные полицейские, а на место прибыли сотрудники АПКанал. Это не первый провал асфальта на улице Сфатулцери. В декабре прошлого года еще одна яма образовалась и возле здания парламента. Причиной также послужила авария недавно установленных в зоне водопроводных сетей. В связи с частыми провалами асфальта, исполняющий обязанности мэра Руслан Кадряну потребовал у управления транспорта разработать проект решения, который бы предусматривал штрафы для экономических агентов, которые не выполняют должным образом работы по восстановлению дороги после ремонта инженерных систем. Какова судьба порванной по неосторожности иностранной банкноты? Урна или обмен? Сдача поврежденных купюр в банке страны для некоторых граждан столицы представляется проблематичной. Обязаны ли финансовые учреждения принимать испорченную банкноту и выдавать новую? И при каких условиях? Узнавала Валентина Статная. Мало кто из нас ненароком не рвал, стирал или не пачкал денежные банкноты. Будь то молдавские леи или иностранная валюта. Но после повреждения купюры не каждый смог ею воспользоваться. По словам столичных жителей, не всегда и не все банки Молдовы меняют испорченные банкноты. Хотя, по их мнению, делать это обязаны. Банки, они же выдают деньги, они же как бы должны поменять эти деньги. В другом месте, где их поменять. Я думаю, что считаю, что обязаны. Потому что дальше в обмен денег на новые купюры идет в банки. Я думаю, что да. Потому что эта вся валюта идет же как бы через головные банки. Через... конечно. А вот что говорит по этому вопросу закон. Согласно регламенту об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Молдовы от 2009 года, на возврат стопроцентной номинальной стоимости испорченных денег могут рассчитывать владельцы подлинных национальных банкнот, у которых отсутствует до 45% их площади. Кроме того, банкноты должны сохранить главные знаки. Название банка, номер и серию. Указания достоинства купюры в цифрах и буквах. Элементы защиты против фальсификации. Обменять испорченную или порванную купюру можно как в Нацбанке Молдовы, так и в любых коммерческих. Это что касается национальной валюты. С иностранной же все сложнее. Горожане отмечают, что лишь несколько банков в стране принимают поврежденные евро или доллары. Да, но обычно у нас определенные банки этим занимаются, они берут за это комиссион. Все зависит от ставки, которые 5 или 10 процентов, что-то такое. Национальный банк Молдовы не входит в список, где можно обменять поврежденную иностранную валюту, так как не выпускает ее. Согласно информации на официальном сайте Нацбанка, услуги по обмену поврежденных банкнот в иностранной валюте могут быть оказаны лицензированными банками, однако лишь по их усмотрению. За это могут взымать комиссию. За деталями корреспондент РТР Молдовы обратился в один из частных банков Молдовы. Данные купюры меняются с комиссионным 10 процентов, то есть от стоимости купюры, но это зависит еще от банка. Если банк хочет менять данные купюры, если нет, то нет. То есть это не молдавская валюта, то что банк обязан ее принять. Иностранную валюту банк не обязан принять. Стоит отметить важную деталь. Процент комиссии взымается в той же валюте, которая подлежит обмену. Новости международного взаимодействия. Молдовы и Румыния наверно еще больше укрепить политическое сотрудничество. К такому соглашению пришли сегодня министры иностранных дел двух стран Тудор Ульгеновский и Теодор Мелешкану на официальной встрече в Кишинеу. В ходе переговоров зашла речь об уже реализованных проектах Румынии в нашей стране, а также развитии новых инициатив в социально-экономической и энергетической сферах. Молдова успешно выполняет свои обязательства перед Евросоюзом в рамках соглашения об ассоциации. При этом немало проектов реализовали при поддержке соседней страны – Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции нашей страны Тудор Ульгеновский после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану. Ульгеновский отметил, что продолжается укрепление политического сотрудничества с соседней страной. Упомянул и о значении социальных проектов, реализованных в нашей стране благодаря Румынии. Я поблагодарил правительство Румынии за постоянную техническую и финансовую поддержку, включая и последние перечисления в 3 миллиона евро, которые предназначены для продолжения двустороннего проекта ремонта и благоустройства детских садов. Тудор Ульяновский сообщил и о старте строительства газопровода Унгенки-Щенел. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану подчеркнул, что газопровод не только обеспечит энергетическую безопасность нашей страны, но также и поспособствует привлечению инвесторов. Мелешкану напомнил, что Румыния в этом году приняла председательство в Совете ЕС. По его словам, это также может сказаться положительно и на укрепление отношений Молдовы с Евросоюзом. Румыния была и остается адвокатом Республики Молдова. С этой точки зрения мы приветствуем зафиксированные результаты. Но мы хотим ответить, что эти действия следует продолжать, и надо работать еще более углубленно. По словам Мелешкану, Румыния принимает председательство в ЕС в символический год. В 2019 исполняется 10 лет со дня создания проекта Евросоюза «Восточное партнерство». А что касается безвизового режима со странами ЕС, он действует в Молдове уже пятый год. К слову, визит министра иностранных дел Румынии был приурочен ко дню дипломата. Праздничное мероприятие организовало Министерство иностранных дел Молдовы. Оно состоялось в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. В рамках торжества глава Медорумынии Теодор Мелешкану был удостоен медали «Дипломатическая заслуга первого уровня». Также награды вручили различным работникам молдавских госучреждений, представителям иностранных дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Молдове. Но вернемся к новостям столичной жизни. Более 40 миллионов леев составляют сумма ущерба от проектов решений, одобренных на вчерашнем заседании Муниципального совета. Такую цифру на брифинге озвучили советники-социалисты. Они рассказали о коррупционных схемах в сфере строительства и назвали ряд адресов, по которым земельные участки противозаконно были проданы или переданы в аренду. С недавних пор в Муниципальном совете перешли на новый метод распила земельных участков, заявили сегодня на брифинге советники-социалисты. Одобрив накануне пакет земельных проектов, Муниципальный совет лишил городскую казну 44 миллионов леев. В ПСРМ подсчитали, на что хватило бы этой суммы денег. Для муниципи это более 30 троллейбусов или порядка 20 автобусов. Можно было бы купить 25 единиц спецтехники. Она очень нужна. Посмотрите, что творится в городе с уборкой снега. Еще этих денег хватило бы на то, чтобы в каждом городском дворе построить по игровой площадке. В 2015 году либералы вместе с другими фракциями одним разом одобрили сразу 800 земельных проектов. Вчерашнее заседание муниципального совета ничем не отличалось. Местные избранники голосовали за собственную выгоду и против горожан, говорит советник Александр Одинцов. По словам Одинцова, в парке Лаизвор под строительство отдано почти 2 гектара земли. А территория гостиницы «Националь» и вблизи памятника Котовскому сдана в аренду под строительством. По адресу Дичибал 59, без проведения слушаний, без разработанной транспортной развязки, планируется строительство комплекса на 1800 квартир. А рядом с новым многоэтажным домом собираются строить заправочную станцию. Все незаконные решения, одобренные муниципальным советом, социалисты намерены оспорить в суде. Перейдем к новостям политическим. Демократа обвинили Андрея Настасьев в том, что он занимается незаконной агитацией в социальных сетях. Жалобу на кандидатов депутата от блока АКУМ платформа «Дайпас» представители Демпартии подали в Центр избирком. В документе они потребовали наказать оппонента, сославшись на видео, выложенное в интернете. В нем Настасьев призывает граждан принять участие в голосовании. Сам лидер платформы «Дайпас» в своих действиях не видит ничего незаконного. Он заявил, что демократы попросту опасаются высокой явки на выборах. Отметим, что избирательная кампания для всех участников зарегистрированных Центр избирком начнется за 30 дней до выборов, то есть 25 января. Еще до 10 лет тюрьмы грозит осужденному экс-премьер-министру Владимиру Филату. Накануне прокуратуры передал в суд второе уголовное дело против него. Прокуроры считают, что украденными из Банка не экономить деньгами Филат оплатил услуги американской лоббистской компании. Его адвокат Виктор Мунтиан убежден, что это дело откровенно политическое и носит предвыборный характер. В социальных сетях юрист написал, что суммы кампании, упомянутые прокурорами, уже были объектами расследования в первом уголовном деле. О других новостях расскажем в нашей постоянной рубрике короткой строкой. Молдову атакует грипп, однако эпидемия нашей стране пока не грозит. Несмотря на то, что за предыдущую неделю случаи заболевания участились, эпидемический порог не превышен. За вторую неделю января заболеваемость оказалась на 12% больше, чем за первую. Врачи диагностировали грипп у 53 пациентов. В Минздраве сообщили, что количество случаев ОРВИ с 7 по 13 января составило 197 на 100 тысяч населения. Эпидемический порог – это 315 заболевших на 100 тысяч. Проблемы в области науки и исследований и варианты их решения обсудили накануне премьер-министр Павел Филипп и представители Академии наук Молдовы. Глава Кабмина подчеркнул, что развитие научной среды в нашей стране сейчас обеспечивает реформа, по итогу которой появится больше денег на исследования, а использование средств оптимизируют. Президентская чета помогла мальчику из города Резина и девочке из столицы. Двухлетний малыш страдает от тяжелых последствий проглоченной батарейки. У него разъедены пищевод и трахея. В конце января ребенка должны прооперировать в Москве. Операция стоит 21 тысячу долларов. Недостающую сумму решили добавить Игорь и Галина Дадон от имени благотворительного фонда Дин Суфлет. Девочка, которая является призером музыкальных, национальных и международных конкурсов, мечтала получить пианино, чтобы развивать свои навыки. И глава государства сделал ей такой подарок после обращения к нему. Власти Приднестровья определились с главой официального представительства региона в Москве. На эту должность назначен 73-летний Леонид Монаков, кандидатуру которого утвердила Комиссия Верховного Совета, непризнанный ПМР по международным связям. Представительство планируют открыть в конце января. В первую очередь ведомство будет защищать интересы приднестровцев. Последние 18 лет Монаков является вице-президентом гильдии российских адвокатов, а до этого прошел немалый служебный путь в правоохранительных органах. Доделывать работу до конца потребовал от муниципальных предприятий начальник управления коммунального хозяйства города Белц. Проведенную на дорогах, тротуарах и во дворах уборку снега Вячеслав Зинковский подверг критике. По его словам, оставленные всего 2-3 лопаты снега говорят о небрежном отношении к работе. В настоящее время для расчистки дорог в Белц ДРСУ использует 4 единицы спецтехники. Четверо наблюдателей от одной из общественных организаций зарегистрировал Окружной избирательный совет в Камрате. Руководитель совета Игорь Янак сообщил, что поданные документы соответствуют всем требованиям законодательства. Заседание по вопросу регистрации состоялось накануне. Продолжим выпуск новостями спорта. Удача не улыбнулась в одиночном разряде, зато повезло в парном. Молтавский теннисист Раду Албат и тунисист Малик Джазири вышли во второй раунд Australian Open. Спортивному дуэту удалось одолеть японско-немецкую пару Бен Маклахлан и Ян Леннерт Струф. Матч продлился 2 часа 17 минут. Результат игры 6-2, 3-6, 7-6. В следующем раунде Албат и Джазири предстоит сразиться с американским дуэтом Стив Джонсон и Деннис Кудла. Встреча пройдет 18 января. Напомним, что накануне в одиночном разряде во втором круге соревнований Албат уступил испанцу Фернандо Вердаско. Еще о спорте. К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана в Дубусарь проведут марафон «Достой на родине служить». Он будет состоять из нескольких соревнований. Эстафета, бросание баскетбольного мяча в кольцо, перетягивание каната, стрельба из пневматической винтовки и дартс. Победитель марафона будет отстаивать честь района на уровне республики. Другие спортивные новости расскажем в традиционном обзоре. Шериф официально объявил о расставании с Джерсоном Родригесом. Теперь футболист продолжит свою карьеру в японской команде Джубила Ивата. Иностранный клуб следил за играми Джерсона на протяжении последних шести месяцев. Напомним, что Джерсон Родригес стал игроком шерифа в январе прошлого года. Всего в желто-черной футболке молдавского клуба он провел 33 официальных матча, в которых забил 11 мячей. Уже завтра в Кишинео стартует международный чемпионат по бомбинтону Ярно Кишинео 2019. В нем примут участие как начинающие спортсмены, так и ветераны спорта из Молдовы и других стран мира. Цель мероприятия – продвижение физической культуры и спорта, здорового образа жизни молодежи и спортсменов-любителей всех возрастов. Турнир завершится 20 января 2019 года. Накануне своего юбилея отметил тренер футбольного клуба «Буюкань» Михаил Андроник. Ему исполнилось 60 лет. Именинника поздравили его воспитанники. Они отметили, что он является тренером и педагогом по призванию, для которого важно не только вырастить хорошего футболиста, но и сделать из него человека полезного обществу. 25-летний полузащитник Аркадия Руссу больше не является игроком Петрокоп Ханчешть, за который выступал с 2015 года. Причиной ухода стало истечение срока контракта. По словам самого Руссу, сейчас он является свободным агентом, но при этом намерен продолжить карьеру в национальной дивизии. Отметим, что в сезоне 2018 Аркадия провел за команду 16 матчей. Заработала в них две желтые карточки и однажды был удален. Программа «Вести» продолжается и далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Тереза Мэй сохранила за собой кресло премьер-министра Великобритании. Парламентарии накануне отклонили, вот он недоверие правительству. В Брюсселе, между тем, уже готовы отложить Брексит на несколько месяцев и ждут лишь формальной просьбы. Пережив унизительное поражение со своим вариантом Брексита, Тереза Мэй, по крайней мере, не должна уходить в отставку. Причем эту победу и помогли одержать те, кто еще недавно с удовольствием проваливал ее законопроект. Но политические маневры депутатов не отменяют главного. До Брексита остается два месяца, а страна до сих пор не знает, на каких условиях она будет выходить из ЕС. Премьер-министра огласила свою стратегию. Теперь она будет заниматься межпартийной дипломатией. С завтрашнего дня будут проходить встречи высокопоставленных представителей британского правительства, включая меня, с максимально широким кругом политических сил. Только после переговоров внутри парламента она будет готова отправиться для продолжения диалога в Брюссель. Лидер оппозиции Джереми Корбин заранее обозначил условия, на которых он согласен разговаривать. Перед тем, как начать обсуждение о том, как нам двигаться дальше, правительство должно исключить раз и навсегда перспективу катастрофы в виде выхода без соглашения и хаоса, который последует за этим решением. Но в правительстве от подготовки к возможному выходу из Евросоюза без соглашения они намерены отказываться. Тереза Мэй сообщила, что встречи с лидерами оппозиции пока в ее графике нет. Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии пока не принял решение об участии, но наша дверь остается открытой. Выход из Евросоюза без соглашения чреват хаосом. К Брекситу без правил подготовилась Национальная ассамблея Франции, где на этот случай принят отдельный законопроект. Этот закон позволит обезопасить французских граждан, проживающих в Великобритании, а также граждан Великобритании во Франции, насколько это возможно. Он также защищает свободное перемещение людей и товаров и позволит организовать пункты контроля в кратчайшие сроки после выхода Великобритании из ЕС. Тереза Мэй намерена к понедельнику представить парламенту новое предложение. В ситуации, когда ее вариант соглашения одинаково не устраивал как сторонников, так и противников разрыва с Евросоюзом, не ясно кого и каким образом она намерена убедить. И еще о происходящем в Европе. Во Франции на территории Университета Леона прогремели мощные взрывы. По данным, на этот час пострадали три человека. В полиции уже заявили о бытовом характере происшествия. На крыше одного из корпусов, где располагается библиотека и биологический факультет, велись ремонтные работы, в ходе которых возник пожар. Ну а затем сдетонировали несколько газовых баллонов, предназначенных для сварки. Полиция начала расследование инцидента. Другим темам на международной арене. Россияне, которых две недели назад взяли в плен пираты в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях. Об этом рассказали в Российском профсоюзе моряков. Преступники сами вышли на связь с компанией и владельцем и требуют выкуп. Сумма не уточняется. Сухогруз Мэнди под флагом Панамы был атакован 2 января в территориальных водах африканского государства Бенин. Разбойники взяли в плен шестерых россиян. Продолжаем международный обзор. Легенда смешанных боевых единоборств Джефф Монсон перенес операцию в клинике МИАСа. Его приглашали хирурги из Нью-Йорка и Мюнхена, но знаменитый боец поехал лечиться на Урал. Протесты забедренного сустава поставили бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования, который спортсмен получил в Челябинской области. Эксклюзивные кадры – первые шаги легендарного бойца после операции. Джеффа Монсона в буквальном смысле поставили на ноги на уральской земле. Сейчас врачи заново учат спортсмена ходить. На Южный Урал Джефф Монсон приехал из Москвы. На этих кадрах видно, многократный чемпион мира сильно хромает. Боль в суставе мучило много лет. Когда стало невыносимо, решился на операцию. Но выбрал не США или Германию, а доверился врачам из провинциального МИАСа. Посоветовали коллеги-спортсмены. Врачи здесь одни из лучших в мире. Идеальное место для проведения операции. Для самих врачей появление на операционном столе знаменитого пациента стало неожиданностью. Впрочем, никаких привилегий звездный статус ему не дает. Операция прошла в штатном режиме и длилась 45 минут. Сейчас Монсон лежит в обычной двухместной палате. Сейчас бедро легендарного бойца выглядит примерно так, как показано на этом макете. Вместо пораженных тканей специальный эндопротез из сложного сплава металлов. Он устанавливается прямо в кости. Вот эта головка, она может быть либо керамической, либо металлической. И выполняет роль самого сустава. В МИАСской клинике такие операции уже давно поставлены на поток. Врачи наши, российские, они нисколько не уступают никаким мировым врачебным звездам. Наши хирурги это такие же творческие, такие же умные, такие же подготовленные люди. На Южном Урале Монсон пробудет как минимум еще неделю до снятия швов. Затем последует процесс реабилитации. Сам спортсмен уже поделился, что мечтает выиграть с новым суставом чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу. Около 4,5 тысяч купелей будет открыто в России на один из главных христианских праздников – крещение. У каждой будут дежурить спасатели и медики. Специально оборудованные места – это не только безопасные подходы к воде и настилы на льду, но и пункты обогрева, раздевалки, горячее питье и освещение. Как, к примеру, в Новосибирске готовятся к традиционному крещенскому купанию верующих, расскажем в нашем следующем сюжете. Всего в сибирской столице откроют семь купелей. Для этого прорежут толщу льда и обустроят площадки. Здесь на месте будут установлены палатки, которые будут обогреваться дизельными пушками. Палатки будут поддерживаться температура от 12 до 22 градусов. Правил для официальных площадок много – деревянный настил, поручни, освещение, парковка. Здесь к встрече гостей спасатели решили подойти творчески. Уже смастерили снежные фигуры. Так, сейчас ее не развернешь. Вместе с теплой погодой появляется опасность. Лед теряет прочность. А значит, спасателям придется следить за тем, чтобы одновременно на льду не оказалось слишком много людей. В этом году мы ожидаем более 50 тысяч людей, которые хотят посетить купели. Для организации у нас задействовано более 500 человек и 200 единиц техники. К внештатным ситуациям службы готовы по всей стране. Сотрудники МЧС России проверят более 4000 мест крещенских купаний. Московские спасатели отработали спасение утопающих из проруби. Осядет муть, после чего нормально уже осмотрим объект. А в Крыму и Севастополе водолазные группы в местах купания уже расчищают дно от опасного мусора. А далее перенесемся в российскую столицу. Старинные, современные, сказочные и совсем простые. В Москве их более тысячи и некоторые по праву считаются символами российской столицы. Речь о часах. В наши дни, когда время узнать не проблема, хронометры скорее стали частью городского пейзажа. Но представить без них город уже невозможно. Об истории самых известных московских часов наш следующий репортаж. Уникальные часы на башне Киевского вокзала. Таких больших механических в Москве еще только двое. На здании центрального телеграфа и курантах на Спасской башне. Трудно представить, но эти часы на Киевской не останавливались ни разу в течение века. Даже во время Великой Отечественной войны стрелки четко отмеряли каждую минуту. Хранитель времени Максут Сафин путь в сотни ступеней преодолевает с легкостью. Он каждый день поднимается на башню. Старинный механизм нуждается в ежедневной проверке. Вот здесь прятан часовой механизм Киевского вокзала. В тайной комнате сердце механического хронометра. Старинные шестеренки работают слаженно. Поворот ручки и механизм запущен. Вот так завожу через день ручную часу. Так что лет тому назад. 120-килограммовая гиря поднимается вверх и стрелки шагают по трехметровому циферблату. Автор часов, правда, до сих пор неизвестен. А вот Орлы, раскинувшие крылья над башней, архитектурный проект Ивана Регберга. Киевский вокзал, на мой взгляд, один из самых ярких вокзалов Москвы. До революции все вокзалы старались сделать красивыми, чтобы это были не только инфраструктурные объекты, но и точки культурного притяжения. Ну и кроме того, конечно, для вокзала часы очень важны, потому что, хотя сегодня понятно, что у всех есть смартфоны и наручные часы, часы стали таким эталонным символом вокзала. А это уже современная альтернатива – городские часы, работающие через спутник. Автоматическая настройка электроники, гарантированное точное время. Часы украшают уличные столбы с 80-х годов прошлого века, а появились они к Олимпиаде. Горожанам нужны часы на опорах освещения, где они могли бы встречаться, место встречи. Это традиционно как-то по Москве было принято, и оно и остается в истории. Мы никогда не задумываемся о количестве часов в городе, но их 1082 штуки. Загадочная судьба и уникальная история – близнец ходиков на Киевском вокзале часы центрального телеграфа. Маркировки на них нет, происхождение неизвестно, но механизм, вероятно, сделан немецкими мастерами. Вверх от часов тянется трос на крышу колоколу. Раньше вместо боя был раскатистый звон. Звон колокола был настолько громким, что он разносился по окрестностям, говорят, даже было слышно в районе Триумфальной площади чуть ли не. И самое главное – колокол звонил, несмотря на свои небольшие габариты, колокол звонил и иногда заглушал бой курантов. Поэтому где-то уже в 30-е годы попросили сделать звон чуть потише. Еще одни громкие часы – крик петуха в центре Москвы. Волшебный ансамбль из домиков – кукольная симфония. Самые сказочные часы города – кукольные заводные. На посаде театра Образцова. Каждый час из окошка появляется фигура. Например, сейчас два дня, и нас встречает сова. Не только сверить часы, но и загадать желание. Сюда каждый день приходят туристы и москвичи. В детстве, хотя это уже для меня очень давно было, я всегда мечтала увидеть их вживую. А вот в сказку в какую-нибудь попали. Идея необычных часов пришла в 70-х основателю театра Сергею Образцову. Просто хотел украсить скудный фасад из серого бетона. В результате придумал еще один символ Москвы, которая всегда спешит и сверяет время по своим часам. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. И до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.